Доброе утро. Так, собираюсь на пляж. У меня на самом деле не так много времени осталось, но я хотя бы надеюсь успеть посмотреть океан. Буквально полчасика посидеть на берегу и потом уже буду ехать по делам. В принципе, у меня сегодня будет две встречи и все, я возвращаюсь обратно. Скорее всего, я вообще не успею ничего посмотреть. Я так долго ждал этой фразы, что я приехал в LA, мечты осуществляются. Как сказал мне чувак, познакомился в Airbnb, там один из них, который живет, говорит, это не LA, это не LA, LA там дальше. LA разочарует тебя еще больше. На самом деле разочарований никаких нет, вообще нет никаких. Сложно дать какую-либо оценку, потому что и нигде не был. Я приехал, уже было темно. Меня разочаровало только Airbnb, потому что это просто ужасная комната. Ну, как бы здесь очень хороший район, здесь аккуратненько, чисто, тихо. Вот, это очень важно. Но просто отношения, там живет четыре чувака и понятно, как бы они так ко всему относятся, никто там не разбывается, что там так грязновато и, в общем, такое, запах травы сразу, как заходишь. Вот. Ну, это, наверное, такой урок. Вот сейчас, кстати, видосик появится. Короче, вот он мой Airbnb. Обошелся 52 бакса. Сообщение, что я спал на этом диване. Это жесть. Это полная жесть. Район хороший, тихий, хотя бы какая-то штука радует. Но, в целом, это полный трэш. То есть, та первая комната, которую я нашел, и потом не получилось оплатить. Ну, а в итоге получилось. Она была намного круче. Вот. Здесь вот так комнаты. Ту-ту-ту-ту. Еще четыре человека живет. Короче, вот такие вот они реалии. Это такой своеобразный урок в том плане, что нужно читать описание хорошо, читать комменты, когда ты торопишься. Но, скорее всего, так и получается. Ну что, погнали в океан. Субтитры сделал DimaTorzok. По ощущениям, я как будто бы вернулся во Францию. Только здесь океан. Вот. Это не лазурный берег. Очень прикольно. К сожалению, сейчас нет солнца. Пасмурно, туманно, но ничего страшного. Атмосфера такая, будто бы ты в Айсити играешь. Тут так прохладно. Я сейчас смотрю на людей, которые купаются. Блин, мне становится еще холоднее. Ну, а это круто. Сейчас вы видите лица человека, который впервые макнул ножку в океан. Какие серьезные птицы. Местные. Они тут все знают. У-а-а-а. У-а-а-а. Блин, холодное его, да? Я намочил себе джинсы, черт побери. У меня еще есть минут сорок. И дальше. Путь. Проделать восьмичасовую дорогу такую. Проехать ради того, чтобы просто посмотреть на это все. Ну что, я в таком темпе несусь. Уже посмотрел немножко. Пляж, прогулялся. Все круто. Вот. Прикольно тут атмосфера, на самом деле. Такой релакс вообще. Там ребята на серфинге стали такие... Я не помню, попало ли это в кадр. Наверное, не попало. Типичные, вот типичные серферы. Блондинистые, с длинными волосами, с такими. Вот. Загорелые. То есть, по сути, посвящают этому всю свою жизнь. Так. Ну, я приехал сюда не ради этого. В этот раз не отдыхать. Больше по делу. Поэтому я погнал. Уже выйду на связь позже. Скорее всего, когда буду ехать обратно. К сожалению, не получится посетить ровное количество мест здесь. Которых просто невероятное количество. Второй раз. Вот. Все, давайте. До встречи. Ну что, тучки были недолго. Уже снова светит солнце. У меня было первое интервью. Сейчас я еду в сторону Голливуда. У меня там будет второе интервью. У меня еще есть 3 часа. Поэтому я заеду на... Я не знаю, как это называется. Короче, на вот эту гору, там где видно буквы Голливуд. В общем, поеду туда. Хотя бы что-то еще успею посмотреть. И беру вас с собой. Поехали. Помните, я говорил про движимые пробки? Теперь они стали недвижимы. Недвижимость. Эти пробки превратились в недвижимость. Но на самом деле, на самом деле, это то, что касается передвижения. Если, к примеру, ты живешь в этом районе, а работаешь где-то там в той стороне на север или наоборот. Тогда ты в них попадаешь. Если же... Тут какой момент? Если же ты находишь себе определенную работу в определенном районе, ты под него подыскиваешь жилье. И, в принципе, вот я езжу только что по Орэндж Каунти, по Ирвин или как оно правильно называется. Там очень спокойно, очень тихо. Там нет такого трафика. Там реально прикольно, красиво, уютно. И мне это действительно понравилось. То есть там реально круто. То, что касается самого LA, я туда еще не добрался. Но вот этот вот момент, конечно, я думаю, многих и раздражает. Но пока, пока, меня, в принципе, это еще не харит полностью. То есть на самом деле оно еще терпимо. Ты просто знаешь, что так будет и все. Вопрос только в том, что это же ухудшается. То есть лучше-то не становится. Количество людей увеличивается, которые сюда приезжают. Плюс у каждого сейчас машина. Ну, как бы в Америке понятно, у каждого машина. В том плане, что трафик все больше и больше. И вот то, что говорил Илон Маск касательно там своих туннелей. Опять же, если я не ошибаюсь, он их только для Теслы. Хотел делать под Теслу. Сколько это будет эффективно. Но вот это вот сейчас самое главное решение. Одно из самых главных решений. И мне кажется, вот это вот тот стартап, который по-любому взойдет, если решить проблему трафика. То есть каким образом заставить американцев... Ты не можешь заставить американцев не ездить на машине. Как сделать так, чтобы не было такого трафика? Еще больше дороги строить? Какие-то ограничения вводить, поднимать налог? Или же пускать какие-то скоростные поезда? Не знаю, я может как-то примитивно мыслю, но мне кажется, вот именно решением было бы построить линии поездов и просто сделать такое четкое соединение между всеми каунти здесь, чтобы это было доступно и это ходило постоянно, удобно. И возможно тогда, но лично я бы пересел. То есть, во-первых, тебе не нужно думать, ты можешь что-то почитать, подготовиться и так далее. Я думаю, это было бы решением. Вопрос инвестиции, насколько они готовы в это инвестировать. Еду тут такой, рассуждаю о том, как решить проблему пробок. На самом деле, не такие они и напряженные. В целом, они живые. Ты едешь 60 км в час, даже бы требовать 40 миль, получается, чуть больше. Вот. И в принципе, это как бы и не пробка. Просто сложность заключается в том, что настолько много машин, и ты как бы... Ну, вообще за рулем нельзя расслабляться, но получается, здесь ты больше в напряжении находишься, из-за того, что у тебя постоянно как бы машины мелькают, перестраиваются со всех сторон. Но опять же, это дело привычки. Для тех людей, которые ездили в больших городах, живут в больших городах, то это, в принципе, вполне нормальная тема. Тут, конечно, райончик вообще необычный. Во-первых, вот эти вот подъемы постоянные, склоны, плюс домики такие шикарные. Мне сейчас неудобно просто посмотреть на карте, где мы именно находимся, но я думаю... Вау! Я думаю, что это где-то Холлигуд. Вот в этом... На этой территории где-то здесь. И я надеюсь, что я правильно вбил адрес, и я сейчас попаду на ту площадку, на которой можно посмотреть эти буквы, в общем, и видно весь город. Учитывая то, что мы поднимаемся вверх, какие тут хатки, виллы, то я уверен, что мы движемся в правильном направлении. Круто, что следующая встреча не так далеко отсюда, и... То есть удобно. Я и первый раз остановился, побывал на пляже, недалеко было до встречи. И теперь второе собеседование тоже здесь неподалеку. То есть здесь все так разбросано, сколько тут всего прикольного и интересного. Ух ты, какие автобусы, ё-моё! Автобус какой именно? Мы в клипе. Два парня в обнимочку пошли, и они явно не братаны. Они больше, чем братаны. Is it okay for tourists, or I have to pay? Окей, спасибо. Так, я на месте, сейчас нужно разобраться, как тут платить. И погнали. Я уже, кстати, увидел буквы Голливуда. Давайте немножко поспалерю. Та-дан! Вот так вот оно смотрится. А вон там оплата. В принципе, несколько автоматов, можно пойти оплатить туда. Пойду оплачу туда. Батарея разряжается. Я сейчас, надеюсь, я успею что-то еще поснимать, хотя бы немножечко. Вот, у меня тут зарядка в машине есть, но у меня только одна батарейка с собой. Да и на самом деле у меня всего лишь полчаса, поэтому нужно дальше ехать. Это я приехал, в общем, в обсерваторию Гриффина. Я не знаю, буду ли я туда сейчас заходить, успею ли я вообще еще. Но в целом тут очень прикольно, огромное количество туристов, понятно. Само собой. Пашка, мы вернемся сюда. Как обычно, не упустил возможности пообщаться с немцами. Тут была семья из Баварии. Вот, а этот чувак мне еще помог тикет купить, я что-то не мог разобраться. Короче, там нужно было или плюс-минус ауру нажимать. Вот, и получается, потом я прохожу, а они фотографируются все вместе. И, в общем, я говорю, давайте вас фоткать. Ну, короче, так разговаривались. В общем, рубрика «Мишаня задолбывает немцев» никогда не заканчивается. Смотрите, лошадки. Сейчас надо пойти запилить сулфач. И, в принципе, можно ехать. Свято наблужается. Сейчас еще раз покажу. Смотрите. Свято наблужается. Правда, немножко рановато. Кстати, тут есть шаттл, который возит, получается, от обсерватории. Я, правда, не знаю, куда он везет. Но там, ребята, садились туристы. То есть, опять же, насколько я еще не так много про путешествовал здесь, но в Европе, мне кажется, удобнее в этом плане, как бы все организовано в плане транспорта. Возможно, для туристов здесь тоже все окей. То есть, я не знаю, куда он там довезет. Все-таки это туристический город, туристическое место. Но, в целом, то, что касается транспорта, то, конечно, Европа намного комфортнее в этом плане. Ну что, коротенькая поездка, так называемый LA для меня закончилась. Я сейчас еду дальше на интервью. Буду заряжать батарею на камеру. Вот, поэтому, в принципе, мы сюда еще обязательно вернемся. Цель поездки была, в самом деле, не так посмотреть, как больше по делам. Вот. Поэтому возвращаюсь обратно. Конечно, здесь очень много классных мест. Я включусь уже по дороге обратно, расскажу, как у меня все прошло. Почти 5 часов вечера, мне еще ехать 5.38 до дома. Вот. Прибытие у меня будет в полодинства. Ну, плюс остановки, поэтому чуть позже. В целом, могу сказать, что эта рабочая поездка успешная. Я ни на секундочку не пожалел, что поехал. Во-первых, я понял, насколько реально мне попасть в мою профессию. Несмотря на то, что многие люди говорили о том, что я не беру сейчас своих друзей и близких там здесь. И вот. Другие, как бы, люди, с которыми я пересекался, говорили мне, да блин, это почти нереально. Все это реально. И это вот, эта поездка к тому пример. Я сейчас буду думать, приеду, буду думать. В принципе, есть предложение по переезду в Лос-Анджелес. То есть, в принципе, это и была, как бы, моя такая, не то чтобы цель, ну, мечта. Я хотел пожить в этом районе, то есть на юге. И сейчас это реально сделать, нужно будет подумать. В зависимости от того, какое конкретно будет предложение, насколько оно будет адекватным и все такое. Но могу сказать, что по ветеринарной медицине с дипломом украинским можно устроиться и, как бы, потихоньку идти к тому, чтобы получать лицензию. Я думаю, если это возможно в этой профессии, это можно сделать в любой профессии. Поэтому никогда не сомневайтесь, всегда верьте в то, что вы делаете. И трудитесь, старайтесь. Дорога открывается тому, кто, как там, перед ногами идущего. Что мне понравилось, вот этот вот врач, с которым я общался, он говорит, для нас очень важно это work balance, то есть баланс между работой и отдыхом. Отдыхом, потому что происходит очень часто выгорание в этой профессии. То есть это я, в принципе, редко когда с кем-либо об этом говорил. И он говорит, мы стараемся делать так, чтобы людям было комфортно, потому что очень многие просто за счет стресса не выдерживают и отрываются, уходят кто куда-то. Кто в азартные игры, у кого алкоголь, наркотики, а еще даже хуже суицид. На самом деле вот такие вот штуки происходят. Поэтому, если получится здесь найти этот баланс, плюс возможность будет аккредитоваться здесь и получить лицензию, то мне кажется, это как такая и есть ветеринарная мечта, американская мечта, частичная ветеринарная мечта. Это и есть какая-то своего рода американская мечта. Посмотрим. Так, ну что, пробка рассосалась, поэтому камеру сейчас переверну, когда будет возможность. И хорошей дороги домой, всех обнимаю. Спасибо, что были со мной в этой поездке. Сейчас на секунду такое интересное ощущение. Ты вроде бы давишь на газ, как обычно, но машина так медленно едет, как будто бы время останавливается. И так все плавненько идет, идет. А потом я смотрю в зеркало, а мы реально едем под горку. Просто когда ты сидишь за рулем, ты этого не ощущаешь. А глядя в зеркало, ты видишь, как гора, получается, ну, склон становится все больше и больше. Вот, сейчас мы будем ехать уже вниз. Я стою в пробке, блин, ну, уже не в Лос-Анджелесе. Тут ремонт дороги, двойная полоса. Темно, меня не видно, но поверьте, я здесь, я в пробке. И это уже не кайф, потому что эта пробка не живая. В LA хотя бы они живые. Второе собеседование было хорошее. Были разные моменты, но в целом хорошее. Я думаю, завтра все решится и оставим интрижку на потом. Уа-ха-ха-ха-ха! Субтитры создавал DimaTorzok